В ночь на среду в первом микрорайоне неизвестные преступники обворовали 45-е отделение почтовой связи. Воры проникли в один из кабинетов через окно, расположенное с тыльной стороны здания. Сделать это было, судя по всему, несложно. Решеток на окнах нет. Все, что было нужно, взломать пластиковую раму. Сделали воры это почти бесшумно. Почтовый офис расположен на первом этаже жилого дома, но жильцы пятиэтажки ничего не услышали. О проникновении стало известно после сработки сигнализации на пульте диспетчера частного охранного предприятия. Через две минуты после сигнала сотрудники ЧОПа были на месте, но уже никого не застали. Тревожный вызов был автоматически продублирован в полицию. Патрульные отработали район, но задержать подозреваемых не удалось. Чтобы оценить ущерб от преступления, сотрудники ЧОПа привезли начальника почтового отделения. Женщина была так раздосадована происшествием, что не смогла сдержать слез. А как же она открылась? Сонка, 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 нормально. По словам женщины, воры похозяйничали только в ее кабинете. Похоже, злоумышленники знали, что там находится сейф. В этом отделении женщина работает полтора года. По ее словам, решетки на окнах не устанавливали, поскольку никто и предположить не мог, что кому-то вообще придет в голову грабить почтовое отделение. За сколько лет я работаю, у меня вообще первый раз такая история. Но я уже четыре года начинаю это. Добычей преступников стала наличность, хранившаяся в сейфе. По предварительным данным, в нем было около 100 тысяч рублей. С места происшествия Надежда Томченко, Ольга Кошелева и Виталий Векслер.